Всем привет! Вы снова смотрите проект за порогом. Меня зовут Андрей Кузьмин. Сегодня тот редкий случай, когда мы решили на съемки не уезжать далеко от города, потому что то, о чем мы вам сегодня расскажем, этим можно заниматься даже в городской черте. Тема нашей сегодняшней передачи – воздухоплавание. Поехали! Прежде чем мы ознакомимся с современными реалиями воздухоплавателей, давайте ненадолго заглянем в прошлое и вспомним, с чего началось движение человека в небо. Ведь по историческим меркам это было относительно недавно. Если оставить за скобками легенду о Дедале и сыне его Икари и прочие неудачные попытки летать по небу окиптица, то можно с уверенностью сказать, что первыми успешными изобретателями аэростата стали братья-французы Жузеф и Этьен Монграфье. Они создали оболочку, наполненную горячим дымом, при помощи которой удалось запустить в небо первых воздушных пассажиров – овцу, петуха и утку. Свершилось это знаковое событие 19 сентября 1783 года в пригороде Парижа, Версале. И уже недалек был тот день, когда в небо поднялись пионеры воздухоплавания. Прошло лишь пару месяцев, и 23 ноября того же года на Новом Монграфьере, а именно так в честь создателей стали называть первые тепловые аэростаты, ввысь устремились воздухоплаватели Пилатер Рузье и Маркист Д'Орланд. Воздушный шар продержался в воздухе около получаса, преодолев за это время расстояние примерно в 9 километров. Самим изобретателем аэростата на тот момент запретил летать царствующий в то время Людовик XVI. В том же году состоялся первый полет на воздушном шаре, наполненном водородом, получившим название Шарльер, также по имени изобретателя профессора Шарля. Спустя 2,5 века воздухоплавание вышло на совершенно новые уровни, и ярким подтверждением там стал фестиваль Самрау, прошедший в Башкирии в конце января 2020 года. Наш фестиваль Самрау проходит второй раз. В прошлом году мы пригласили 7 аэростатов, у нас было 17 человек в команде, и мы прилетели в Урал, мы летели 8,5 часов, и этот полет был практически один вот такой. Мы еще полетали неделю в воскресенье с блогерами, но он был такой первый и немного усеченный. Это я сравниваю с этим фестивалем, потому что второй фестиваль Самрау стал международным. У нас было 20 пилотов, двое из которых были не из России. Один пилот был на Ирии из Армении, из Еревана, он приехал с семьей, и Николай у нас был из Карганды, из Казахстана. Фестиваль проходит во второй раз. Мы в этом году полетали 4 раза. 18 января мы поднялись на Таратау. Была очень низкая область, мы не знали вообще, состоится, полет не состоится. Мы 3 часа только стояли под горой и, что называется, попрашивали погоду. Наша задача была так много размяться, показать красоту Башкирии недалеко от Уфы. 19 числа в соответствии с планом полетов мы смогли осуществить перелет через Уфу. Это было очень красиво. У нас было 14 аэростатов. Мы летели с нашими уважаемыми гостями, журналистами, блогерами над Уфой. Нижняя высота была 50 метров, а самая высокая точка мы поднимались на 800 метров над Уфой. Перелетели мы в Уфу, через улицу Айскую, Хадидов-Летшиной, через Сипайлова. Улетели, значит, через Дог, в Шакшу и приземлились в Иглино. У нас Переславль-Залесский, Великий Новгород, Великие Луки, Санкт-Петербург, Йошкар-Ала, Новосибирск, Улан-Удэ, Москва. У нас очень большая, обширная география. Нельзя сказать, что только из какого-то одного района России к нам приехали пилоты. Уфа тоже не осталось в стороне от развития такого увлекательного и зрелищного вида активности, как полеты на воздушном шаре. Уж не знаю, совпадение это или проведение, но, подобно братьям Монгольфье, прославившим Францию, воздухоплавание в Башкирии поднимают на высоту два брата – Руслан и Радмир Кельмаматовы. Именно их шары уфимцы иногда могут наблюдать в небе над городом. Любой аэростат состоит из трех основных вещей. Это корзина, еще называется она гондола, горелки и самой оболочки, которая находится в той большой сумочке. Сейчас покажем, как это все готовится к полету, как надувается шар и в процессе все расскажем. После установки горелки мы закладываем в корзину баллона для нашего полета. Каждый баллон у нас имеет объем 43 литра. За сутки примерно до самого полета проверяются радиостанции, заправляются баллоны, если есть в этом необходимости. И проводится детальный анализ прогноза погоды на предмет того, что вообще можно полететь или нет. Если да, то куда, с какими скоростями, с каким направлением. Хорошо, когда все сайты, на которые ты ориентируешься, показывают одну информацию. А когда они показывают немножечко разную информацию, вот там уже начинаются сомнения по поводу того, кто из них показывает или, точнее, говорит правду. А аэростат, можно ли, имеется исключительно по направлению ветра? Исключительно. Как вы позволите там изменять чувствую возможность ветра? Можно, если... Нет. Целенаправленно мы можем менять высоту, а на каждых высотах, как правило, разные направления ветра. И за счет этого можно менять направление полета. Только за счет этого. Так, сейчас покажу, как работает. Внимание. Ну-ка, мальчики, девочки. Сдуем лишний снег. Классно. Сейчас мы будем готовить оборудшую к наполнению. Вначале наполним ее холодным воздухом, а потом будем потихонечку подогревать. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, наш аэростат готов к полету и настал самый волнующий момент, момент старта Ну, как говорили в детском мультике, в добрый путь, земля, прощай! Роберт, сейчас зрители, которые нас смотрят, у них наверняка возникло совершенно логичное желание тоже прокатиться на воздушном шаре А кто-то, может быть, даже захочет стать воздухоплавателем Вот если немного пофантазируем, допустим, я обеспеченный человек, в средствах нестесненно И я захочу приобрести воздушный шар, стать пилотом, что для этого нужно делать? Приобрести аэростат можно в России, можно за рубежом Средний ценник, даже не средняя, а начальная цена начинается от полутора миллионов рублей Это за комплект аэростата дальше необходимо будет отучиться Стоимость там тоже порядка 300-400 тысяч рублей за обучение Но при этом надо проходить по здоровью, пройти специальную комиссию И чтобы вас допустили к получению пилотского удостоверения и вообще к обучению А когда у вас уже есть все необходимое, что нужно для того, чтобы вам разрешили полет? Ну, допустим, как сейчас в окрестностях города Для этого, после того, как вы становитесь пилотом, вы получаете специальный логин и пароль для входа в систему Через которую можно подать заявку Вы подаете в Самарский зональный центр, он курирует наш Приволжский округ, в том числе Республика Башкортостан Они получают, смотрят, все ли у вас в порядке Есть ли сертификат летной годности у воздушного судна, на котором вы собираетесь полетать Если по этим критериям все проходит и вы никому не мешаете при подаче плана То есть подали план такой, что не задеваете там какие-либо другие воздушные суда или другие планы Вам дают разрешение, вы видите отметку, что использование воздушного пространства разрешено И данный телеграмм уходит на аэродром города Уфу, аэропорт Далее вся работа уже идет при непосредственной радиосвязи с диспетчерами города Уфу, с аэропортом И все переговоры, которые идут на определенных частотах, на определенных высотах Мы прослушиваем и получаем оперативную информацию То есть ваш полет координирует диспетчер, который находится в аэропорту города Уфу? Да, все верно При изменении высоты мы запрашиваем использование и набор высоты Если, например, есть какие-то ограничения и диспетчер видит, что сейчас не то время, когда необходимо, например, выниматься Например, на нем будет пролетать борт Он говорит, что ребята, ожидайте там в течение 10 минут до получения следующей команды Мы, соответственно, где-то внизу там на метрах 200-300 ожидаем После того, как борт пролетает, мы получаем новую информацию и получаем разрешение и уходим наверх А если можно так выразиться, какие опасности подстерегают воздухоплаватели? Что может произойти во время полета, при взлете, при посадке? Чего стоит опасаться? Метеоусловия технических отказов Но на самом деле воздушный шар имеет минимум механических частей Горелка у нас также дублирована В случае отказа, например, от полета из баллона Справа либо слева мы можем переключиться на одну работу, на вторую Следующий самый опасный момент – это пожар на борту судна Но поэтому как бы все проверяется перед полетом Если где-то есть какие-то сомнения или, допустим, где-то сочится газ, просто снимается данный баллон Или вообще отменяется полет Что касается, точнее, третье – это метеоусловия Это наиболее распространенный фактор при нестандартных посадках Игнорирование метеоусловий То есть перед полетом вы должны быть на 150% уверены, что ваш полет будет безопасен Если это не спорт, не спортивное мероприятие, то эти проценты должны быть увеличены до 200% Основное условие – это все-таки человеческий фактор в пилотировании Человеческий фактор в принятии решений при данных метеоусловиях Рассказывать о полете на воздушном шаре можно долго, но совершенно бессмысленно Не думаю, что у кого-то получится эти чувства передать словами Это просто фантастическая смесь из восторга То тихого, то неудержимого Порой возникает ощущение отсутствия реальности У кого-то может быть даже страха Но в совокупности это непередаваемый поток ярких и ни с чем не сравнимых эмоций Отдельная тема – это наблюдать за тем, как пилот управляет аэростатом С помощью вот этого фала мы открываем парашютный клапан, который находится у нас в верхней части аэростата Выпускаем лишний теплый воздух и тем самым можем аэростат целенаправленно заставить идти вниз за счет охлаждения воздуха Сейчас это можно продемонстрировать Мы открываем клапан Немножко ждем Потому что все управление аэростатом строится на задержках по времени То есть он очень инертный Для того, чтобы начать снижаться необходимо открыть клапан Подождать какое-то время Только потом ваши действия получают ответную реакцию То же самое и с подъемом Сейчас мы стабилизируемся Заходим подняться, мы можем Прогреться, прогреться и только через какое-то время получить ответную реакцию Для примера, чтобы было понимание, это как ехать, например, на автомобиле Видеть поворот и за метров за сто начинать выкручивать руль А потом просто сидеть и ждать, когда машина доедет до этого поворота и повернет Опять же есть нюанс Если, скажем так, наработать руку То вы постоянно будете сохранять баланс температуры в оболочке до такой степени Что можно будет парить над деревом, над землей на расстоянии 10 сантиметров Чем ограничена дальность и продолжительность полета? То есть невозможно залететь бесконечно? Конечно нет Это ограничено наличием топлива на борту и соответствующей погоде То есть это все очень тщательно анализируется Для того, чтобы на ближайшие, грубо говоря, 20-30 часов у тебя была стабильная погода Со стабильным ветром, если ты идешь, например, на рекорд по дальности И баллоны Но их также невозможно взять максимально в корзин Точнее, да, нельзя их взять очень много Почему? Потому что грузоподъемность твоего аэростата, она ограничена Как и любого транспортного средства А какая грузоподъемность вот конкретно у этого аэростата? Грузоподъемность, она зависит все время от температуры То есть чем жарче на земле, точнее здесь в воздухе, чем горячее воздух, тем грузоподъемность меньше Есть для каждого аэростата определенная таблица рассчитанная Что, допустим, при наружном воздухе, там, в минус 30, грубо говоря Грузоподъемность ограничена, там, 600, 70, 750 килограмм Летом мы используем температурные датчики Они дистанционные, то есть на верху стоит приемник Здесь в корзине я вижу температуру в оболочке И тем самым понимаешь, что безопасен у меня полет или нет Еще на старте Потому что с набором высоты ваши грузоподъемы сонопадают Разрушающая температура для вот этой ткани, это около 140-145 градусов Мы летаем там 110, ну, край 115 Если в полете я понимаю, что я, допустим, быстро набираю скорость Или наоборот, быстро снижаюсь Я смотрю на температурные датчики и понимаю, что это губительно для аэростата И я принимаю действия, которые сглаживают это То есть меньше скорость подъема, меньше скорость снижения Ну, а на старте, соответственно, я стараюсь облечь из корзины Просто говорят, что, ребята, мы сегодня не летим, потому что очень жарко Это все Наш сегодняшний полет проходит в окрестностях Уфы в идеальных погодных условиях А несколько дней назад мы перелетали через Уральский хребет От деревни Узян Белорецкого района до озера Иктыкуль Многим более известная как Банная в Обзелиловском районе Мы преодолели хребты Крака, Крыктытау и Уралтау И там все было не так просто Сложные погодные условия, порывистый ветер и постоянно догоняющий нас снежный фронт Заставили пилотов проявить все свое мастерство В итоге, проделав за два с половиной часа путь около 60 километров Все стартовавшие экипажи благополучно достигли точки финиша Приближается к финишу и наше воздушное путешествие Вот солнце садится за горизонт Наш волшебный полет подходит к концу Мы уже готовимся к посадке Вот мы на земле, посадка была очень мягкой Плавненько приземлились, остановились Когда мы летели в прошлый раз, это было не так просто Очень часто бывает, корзину переворачивает Потому что шар сам продолжает двигаться вместе с ветром Корзину начинает тащить дальше Часто бывают, происходят перевороты Самое главное, не покидать корзину в этот момент Чтобы шар снова не залетел наверх Кать, ты первый раз летаешь? Да Как впечатления? Непередаваемые, это волшебно У тебя сегодня день рождения, говорят? Да Классный подарок был, наверное Это моя мечта всей моей жизни, полетать на воздушном шаре Мечты сбываются Да Супер Надо верить Мы не знали, сможем ли мы полететь из-за низкой облачности Духой мы смогли 21 января мы летали над озером Банным Это очень красиво, потому что все-таки там горы И горнолыжный центр Это, ну, прям такое местное притяжение Кстати, в основном пилоты нам говорят, что они собираются к нам в таком составе Потому что есть возможность покататься на лыжах Поэтому это такой формат сочетания туризма, да Вместе с полетом над горами, над Уралом Еще и покататься на лыжах Потому что, ну, все просят И нам предоставили скипасы И мы целую неделю угощали наших гостей нашим горным воздухом В следующем году фестиваль будет проводиться? Обязательно, мы прям очень хотим У нас уже есть заявки на следующий год Более того, мы подарили книгу 100 красивых мест Башкортостана С домашним заданием Пересмотреть и выбрать, что бы они хотели посетить Но все хотят вернуться, потому что все-таки это такая изюминка Закончился наш прекрасный полет Смотрите нашу передачу Занимайтесь воздухоплаванием Летайте не только самолетами Главное, не сидите дома Ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»